Так, ну, дорогие братья и сестры, все, мы, иншаллах, включили запись, мы начинаем, мы очень рады, что к нам пришел в гости Асхат Хазрат, действительно очень рады, пусть Аллах Супанахуталя сделает нас всех лучше, укрепит на этом пути и даст возможность приносить пользу этой религии, иншаллах. Вот, записал я название нашей сегодняшней темы себе вот здесь вот на листок, мне кажется, тема очень актуальна, мы, кстати, Хазрат вроде не часто говорим и поднимаем такие вопросы, но мне кажется, тема, она очень важна. Тема звучит таким образом, неверующие люди в Бога счастливее меня, счастливее ли в меня, ну, в вопросительный знак, ну, для кого-то там в вопросительном знаке нет, для кого-то он есть, а кто-то таким вопросом, аль-хамдли, наверное, и не задается из числа верующих, Машаллах. Ну, действительно, вот, Машаллах, мы живем, и мы вот живем в исламе, да, братья и сестры? И действительно, а почему это мы возомнили и считаем, что мы счастливее, ну, например, людей, которые не верят в Бога или не соблюдают религию, или они, ну, атеисты, допустим, да? Можно на эту тему, может быть, поразмыслить. Вот основная такая загвоздка, наверное, или барьер, когда человек принимает ислам, он думает, что вот если я приму эту религию, то мне вот нельзя будет делать первое, второе, третье, 38, 39, там, 55 и так далее. И действительно, вот, давайте сегодня подумаем, а вот если человеку вот в этой жизни, вот у него нету каких-то вот таких вот религиозных канонов, и а не живет ли он вот прям вот, ну, на широкую ногу или на широкую душу? Вот, ну, грубо говоря, что хочет он может выпить, с кем хочет он может завести связи, сегодня он их заводит, завтра он их заканчивает, хочет у него есть дети, не хочет у него нет детей, или у него собачки, или у него кошечки, хочет он смотрит, значит, то телевидение, не хочет то, хочет работает, хочет не работает. То есть, действительно, вот, не счастливее ли люди, которые не соблюдают ислам, чем мы с вами? Интересный вопрос. И учитывая, что мы находимся в этой дуне, и проблемы прям, ну, это же мир воспитаний, проблемы на нас вот так прям дождем, ливнем падают, чуть ли не ежедневно. И шайтан тоже работает, поэтому этот вопрос, он, я думаю, нормальный, его задавать можно, и, наверное, самое главное, задавать его людям, знающим. Поэтому, с вашего разрешения, давайте передадим слово Асхат Хазрату, иншаллах. Бисмилля. Хазрат, Ахамдалю. Включил микрофон, как слышно? Ага, все, я передаю вам слово, бисмилля. Бисмилляхи рахмана рахим. Уссалату саламу а'ля Набиена Мухаммадин и а'ля Алихима сахбе и ажмаим. Радына биллэхи Рабба, ваби Исламе дина, ваби Мухаммадин, саллаллаху а'ляхи муссаллама, Набием и Расулем. Альхамдулллах, шикабель басил, джазак мулахайр, это очень актуальный вопрос, если честно, потому что даже вот опять же, когда находишься, например, здесь в мечети, бывает, там, общаешься с прихожанами, проводишь какие-то лекции, то часто бывает даже, как бы, люди, которые практикующие, задают такие вопросы. То есть, вроде бы, как бы, вот мы молимся, мы постимся вместе Рамадан, альхамдуллах, там, вроде бы, сторонимся греховного, делаем, но не получается у нас в каких-то вопросах, например, даже в вопросах бизнеса, или бывает что-то на душе какое-то, я себя чувствую несчастным, семейные проблемы и так далее. А почему там по телевизору, где-то я вижу, там, какие-то люди, может, какие-то звезды, они вроде бы как живут счастливые, они счастливее, счастливее, чем я. То есть, при этом они не верят во Всевышнего, при этом они не верят в Аллаху субхану ва Та'ля. То есть, в чем же проблема, почему? То есть, задают часто такие вопросы, и хотелось бы, перед тем, как ответить на этот вопрос, вообще понять, что такое счастье. Вот каждый человек, например, он по-своему думает счастье, в чем-то виде счастья свое. То есть, опять же, хотелось бы, сколько бы мы тут сейчас не обсуждали, каждый бы свою точку зрения не говорил, но придется, как бы, все-таки прийти к одному, там, правильному решению, что именно есть на самом деле счастье. Или, например, для кого-то счастье, например, обрести какую-то там, он хочет, там, купить квартиру, аль-хамдоле, все, он, это гаят уль-сайада, то есть, это именно то, к чему он стремится, это его счастье, он думает, что после этого будет счастливым. Или, например, что кто-то хочет, там, чего-то достичь, если он его достигнет, этой цели, то он думает, что он все, самый счастливый будет на земле. То есть, у каждого оно понимание счастья, оно своеобразно такого характера. Но, опять же, аль-хамдоле, как люди верующие, мы хотели бы вернуться, то есть, не размышлять здесь, не заниматься философией. Вот даже, там, бывает, на каких-то мероприятиях собираешься, и там каждый человек свою точку зрения толкает. Но, опять же, сколько людей, столько и мнений, сколько там афкар, у каждого это так думает, это так думает, там, почему я должен думать так, как он думает, почему он должен меня заставить думать, как он думает. Поэтому я всегда предлагаю самому себе и всем нам вернуться ильяль-асли, то есть, в нашу, так скажем, книгу нашего, аль-хамдоле, наши законы, это Кур'ан, Калам Аллах, ази ва-джаля, это именно речь Аллаха, субхану ва-та-Аля. Почему? Потому что Аллах, субхану ва-та-Аля, лучше знает, что нам нужно для нашего счастья, чем мы сами. Аллах, субхану ва-та-Аля, смотрите, это как я всегда, и не устану повторять эти слова, то есть, Кур'ан это мэн-хадюна, Кур'ан это наша программа, Кур'ан это наш жизненный навигатор, Кур'ан это наша книга по эксплуатации нашей жизни. И всегда мы говорим, когда мы имеем автомобиль, у каждого там есть в бардачке сервисная книжка, там японский автомобиль обычно через 10 тысяч нужно сделать первый, второй через 20 тысяч, там немецкий автомобиль через 15 тысяч, или там телевизор купил, там есть инструкция по эксплуатации, если ты не будешь следовать этой инструкции, там ты не так это сделаешь, что ты сломаешь то, что ты приобрел. Почему? Потому что ты всего лишь используешь это, а производитель лучше знает, например, производитель Тойоты лучше знает, когда нужно поменять масло в автомобиле, чем ты, ты просто водитель, а это производитель. Поэтому наш производитель, Аллах, субхану ва-та-Аля, мы с этим соглашаемся, то наш создатель Всевышний, субхану ва-та-Аля, и он лучше знает, что нам нужно для счастливой жизни, чем мы сами. Об этом Всевышний, субхану ва-та-Аля, сказал, «Аллах лучше знает вас». И потом пояснил, почему. «Ведь Он вас сотворил из земли». То есть мы сами себя не сотворили. Аллах, Суханна, сотворил. Наш производитель, священный создатель. «И вы были все зародышами в утробах ваших матерей». «Ля ти'аламу на щая». Они о чем не знали. У вас не было знаний. То есть когда мы были в утробах наших матерей, мы не могли даже думать, там, ага, там, неверующие люди Бога, вы счастливы в меня или нет. «Ля ти'аламу на щая». Ничего мы не знали. «Кто нам дал слух, что услышит Аллах?» «Фаджа'аламу на щая». «Аллах дал вам слух». «Валя басар», «дал вам зрение», «валя афида», «дал вам сердца, души». «Талиля ма ташкурун». «Мало вы благодарите за это, Всевышний Аллаху Субханнуву Таалу». Поэтому всегда бывают такие некие диспуты ради диспутов, споры ради споров, которые в итоге не приводят к какому-то результату. А если мы возвращаемся на что-то, на какую-то основу, то, аль-хамдулля, мы должны именно понимать, верить и принимать это, исчерпать эти знания из этой основы. И наши, как у верующих мусульман, основа, аль-хамдулля, в Кур'ан, и эта жизнь посланника Аллаха, саллаху алей саламу. Ну, давайте размышляем. То есть мы все, даже сейчас вот все, кто в эфире, и все люди, «Кулли нану хиббан на аиш, фи хади дуя ас-су'ада». Все мы хотим в этой жизни быть счастливыми. Нету ни одного человека, который бы хотел жить несчастным. То есть получать ас-си'ада хия гая. То есть ас-си'ада счастья – это цель. Именно цель человека, дабы быть в этой жизни, прожить эту жизнь, короткую жизнь, но быть счастливым в этой жизни. И это тоже, к чему стремится каждый человек. То есть нету ни одного из людей, который бы хотел жить в этой жизни в грусти, несчастном. То есть нету ни одного такого человека. То есть даже если посмотреть, «Джа'ля Аллаху, субхану ва-та'ля, для нас алфарах мин ахдафи аибадатилла». Даже Аллах, субхану ва-та'ля, сделал для нас, счастье, радость – это целью поклонения Всевышнему Аллаху, субхану ва-та'ля. То есть опять же, уважаемые братья и сестры, поклонение – наша утренняя молитва, наш закат, наш босс-мессер Мадан, наши благие деяния, наше поклонение, приближение к Аллаху, субхану ва-та'ля. Цель этого – быть счастливыми. То есть Аллах, субхану ва-та'ля, не спасла нам Кур'ан. Я вам, священник, субхану ва-та'ля, не спасал тебя Кур'ан не для того, чтобы ты был несчастным, а наоборот, чтобы быть счастливым. Аллах, субхану ва-та'ля, в сурате Аль-Анфаль говорит, «Фастаджибу лиллэхи валюррасуле, иза дааку, лима юхикум». Отвечайте на призыв Аллаха и на призыв посланника Аллаха в тот момент, когда они вас призывают к тому, лима юхикум, то, что вам приносит жизнь. То есть счастье, энергия. Аль-хамду-ля, в этой жизни счастье вечно. А сам же Всевышний, Аллах, субхану ва-та'ля, вот если Аллах, субхану ва-та'ля, когда обращается в Кур'ане и говорит, «Я аюхал-лядина аману, о верующие». После этого Аллах, субхану ва-та'ля, это «неда ущаров», это обращение почёта, чести к верующим людям. Когда такое идёт обращение в Кур'ане, Всевышний, Аллах, субхану ва-та'ля, хочет или запретить что-то, то, что нам нанесёт вред, или хочет нам Всевышний, Аллах, субхану ва-та'ля, повелевать что-то, приказать, то, что нам принесёт пользу. ни в чем не нуждается. Аллаху никогда не навредит грехи грешников и Аллаху никогда не поможет поклонение поклоняющих. Если вы будете творить добро, будете праведными, то это вы только себе приносите пользу. А если вы будете наоборот плохими, то это только никому не навредите, кроме как самому себе это правило. Такое правило. Поэтому отсюда мы понимаем то, что саада, именно счастье, это одна из целей поклонения Аллаху Субхану Аталье. Аллах Субхану Аталье, смотрите, что сказал в Кур'ане. Скажи по милости Аллаху Субхану Аталье, по его милости, этому радуйтесь. То есть радуйтесь, религия Аллаху Субхану Аталье, радуйтесь, Кур'ана, это лучше, чем все то, что вы сможете вместе собрать, говорит Всевышний Аллах Субхану Аталье. То есть отсюда мы понимаем то, что Аллах Субхану Аталье сделал счастье, это частичка верующих людей. И также Кур'ан нам запрещает печалиться. Кур'ан запрещает нам быть несчастными. Аллах Субхану Аталье говорит Не печальтесь, говорит Субхану Аталье. Не печальтесь, поистине вы выше, если вы верующий. Вы выше этого, дабы печалиться. То есть у верующих человек, алхамдуля, цель высокая. То есть верующий человек, алхамдуля, он не печалится, он не грустит. Отсюда мы понимаем то, что Кур'ан юриду са'ан. Каждый человек хочет быть счастливым. То есть верующий алму'мин валькафир. Верующий хочет быть счастливым и неверующий. Ас-салих вальфаджир. Праведный человек. Грешник. Все хотят быть, они счастливыми. Аль-гани вальфакир. Богатый, бедный. Все они хотят быть счастливыми. Кур'ан ард юридуна, яйшуна фи хави дуния ссу'ада. Все, кто на земле в этой жизни, все они хотят быть счастливыми. Слышно меня? Если так слышно, поднимите. Все хорошо. То есть отсюда мы понимаем то, что все люди, то есть нет ни одного человека, который бы хотел жить в этой жизни в печали, в грусти. Верующий, неверующий, богатый, бедный. Все люди. Грешник. Праведный. Все хотят быть счастливыми. Но однако здесь задается вопрос. Самый главный вопрос. Каждый ли достигает этого счастья или нет? То есть мы поняли то, что ты верующий, неверующий, грешник, праведный, богатый, бедный. Все хотят быть счастливым. Но каждый ли добиваете этого или нет? Некоторые люди думают, если станет миллионером или миллиардером, он будет богатым. Или некоторые думают, что если он станет каким-то правителем, и люди будут под ним, будут ему слугами, прислуживаться ему, то он будет счастливым. Некоторые думают, так, если я куплю вот этот дворец, вот этот особняк, я стану, тогда я стану счастливым. Некоторые думают, люди, то, что если я стану известным какой-то звездой, тогда я буду счастливым. И на сегодняшний день вот этот инстаграм, вот эти вот соцсети, они переполнены вот этими вот вещами. Там звезда, здесь какой-то известный человек. Все, если я буду, стану как он, я буду счастливым. Если вот этот дворец куплю, я стану, тогда я, наверное, стану счастливым. Но однако большинство этих людей, они неправдивы в своих словах. Их слова, их вот эти понимания, оно ошибочное. Почему? Потому что тарих, история, она свидетельствует этому. То, что большинство, многие из людей, которые достигли великих, великих богатств, они не прожили эту жизнь счастливыми. И давайте вернемся в историю, в тарих, возьмем карун. Каммаля каммаляльмам. Карун. Из Кур'ана сколько у него было богатством? Мафатих кунуза ла тахмил рижан. То есть у него вот эти клады, где хранились его сокровища, ключи от этих кладов мощные, здоровые мужчины не могли поднять от тяжести. Не само кунуз, не сами клады, не самое вот это богатство, а ключи от этих сокровищ не могли поднимать здоровые мужчины. То есть такие тяжелые были ключи только. Даже некоторые люди говорили, я лейталяна мисля маутия карун. Эх, если бы нам, завидовали ему, если бы нам было бы то же, что дано каруну. Но однако, когда увидели его конец каруны, чем закончилась его жизнь, какое наказание было? То есть, когда увидели его, когда Аллах поступил с ним, когда его наказал Всевышний Аллах, из-за его непокорности Всевышнего Аллаха, все закричали, сказали, о, ваиканна. То есть, Аллах, распределяет свой риск кому пожелает и своих рабов, и дает по своей щедрости, кому пожелает, а кому-то он его дает в ограниченном количестве. То есть, если бы Аллах не проявил нам свою милость, свою безопасность, то бы он бы так же поступил с нами, как поступил с каруном. То есть, уже никто не захотел, когда увидели вот этого человека, каруны, какие у него были богатства, когда увидели его итог, никто не захотел быть подобным ему. Не только карун, фираун, фараун, то есть, у него очень много было богатства. Он говорил своему народу, не мне ли принадлежит власть Египта? И посмотрите на эти реки, которые протекают под моими ногами. Неужто вы не видите? То есть, смотрите, какие у меня реки под моими ногами протекают. Посмотрите на мои дворцы. Посмотрите на те блага, в которых я живу, на те дворцы, замки, которые я имею. Но, однако, этот же фараон, фираун, он думал, что он будет счастливым. Но, однако, этот же фараон, он не знал то, что в один из прекрасных дней он утонет под этими реками и под другими морями. То есть, он жил, думал, что он самый счастливый. Но, однако, посмотрите, какой его конец, когда он под этими же реками утонул. И Аллах, как назидание, это сделал. Поэтому, отсюда мы понимаем, самое интересное, что, уважаемые братья и сестры, это его конец, итог только в этой жизни. А что касательно в Ахирате, в Барзахе, Аллах, Субхану Ва Та'ля говорит, Касательно фараона и его народа, которые ему поклонялись, ему подчинялись, те, которые обольщались своими богатствами, Аллах, Субхану Ва Та'ля говорит, их будут наказывать утром и вечером наказанием Ада, в Барзахе. То есть, еще до судового дня. А когда начнется, наступит судный день, ведут фараоны его, тех людей, которые за ним последовали, в селевшем наказании. Аттуда, знаете, вопрос, я самому себе говорю, всем нам, айна са'ада? То есть, значит, в чем счастье? То есть, мы посмотрели, Корун, он имел столько богатства, Субхану Ва Та'ля, столько богатства имел, то есть, Субхану Ва Та'ля, его реки под его ногами текли, все, что хотел, приобретал, но он не прожил эту жизнь счастливым. То есть, не только история, не только тарих об этом свидетельствует, даже в наши дни. Посмотрите, например, каждый раз мы смотрим, видим, что какой-то миллиардер прожил свою жизнь аща пи та ася вон тахан. То есть, прожил свою жизнь в какой-то грусти и в итоге, что он покончил свою жизнь с эуцидом. То есть, Субхану Ва, даже у вас читали книгу Даниэля Карнеги, когда он там описывал там людей, там вот тех людей, богатых людей, которые прожили жизнь там, при этом про Форда, говорил мистер Форд. То есть, он все попробовал в этой жизни, то есть, все у него было, но не нашел то счастье, которое он хотел найти и там с эуцидом закончил свою жизнь. Думал и написал записку, думал, что в этой жизни я не нашел счастья, хотя все имел, миллиардер. Может быть, я там найду, но там он не найдет, если таким образом он покончил свою жизнь. То есть, все перепробовал. И сам же этот Даниэль Карнеги, когда писал про этих людей, вот с удивлением, сам же свою жизнь кончил с суицидом, Субханаллах. И даже на сегодняшний день как бы удивляешься, когда считаешь, такой-такой миллиардер повесился, Субханаллах. Или часто даже в нашей, там в какой-то богатой семье человек жил, застрелился, там повесился и так далее. Или такая-такая эта женщина, миллиардерша, там не может засыпать, заснуть, если, кроме как, если она не примет там успокоительные лекарства персонал, Субханаллах. Или какие-то миллиардеры там используют, там употребляют наркотики для того, чтобы забыть какие-то проблемы этой жизни. Или выпить, напиться, чтобы забыть проблемы этой жизни. Субханаллах. Не ты ли миллиардер, который можешь купить себе все, что захочешь, можешь там решить любой вопрос? Зачем это тебе нужно? В чем же? Значит, получается, ты несчастлив в этой жизни? Если у тебя столько имущества, столько богатства, зачем ты принимаешь там успокоительные лекарства, зачем там, почему ты заканчиваешь свою жизнь с суицидом? Субханаллах. Получается, не в этом счастье. Не каждый, у кого есть богатство, хотя эти люди могут в любой момент, в любую точку мира вылететь, полететь, одеть все, что захотят, любую пищу там купить, там любую еду, а так и не в этом счастье. То есть, они, значит, прожили свою жизнь, эти люди, в несчастье, в фельхузне, то есть, в печали. То есть, ты, например, когда видишь на дорогой машине, даже здесь, в Москве, подъезжают люди на самый дорогой, там на Рос-Росе и так далее, заходят в мечеть, у них такая искусственная улыбка бывает, и они приходят с тобой советовать, вот у меня такие проблемы, у меня вот здесь вот печаль, у меня вот здесь вот там семейные отношения плохие и так далее. То есть, ты же можешь, если столько имеешь, решить эти вопросы, получается, не в этом, братья и сестры, не в этом, Саада, не в этом, когда люди думают, вот если я получу вот этот замок, если я получу вот этот дворец, куплю себе там новую машину, куплю себе квартиру, там, там, я стану счастливым. Нет. И тарих, и свидетельство этому история, и свидетельство в наши дни, то, что не в этом основное счастье. Почему, вот задается вопрос, почему они, вот эти люди, которые имеют столько богатства, имущества, почему они прожили эту жизнь без счастья, там, несчастливыми людьми были в этой жизни. Потому что в их сердцах вещь, которая называется иман, вера в Аллаху, и зикр, поминание Всевышнего Аллаха, не было. Поэтому посланник Аллаха сказал, то, кто поминает Аллаха и тот, кто не поминает Аллаху, подобно живому и мертвому. Подобно живому и мертвому. Поэтому Аллах, сказал в Коране, а мы сказали изначально, то, что в Коране это наша эксплуатация жизни. Аллах лучше знает, что нам нужно, чем мы сами. Всевышний Аллах, Субханазаря сказал, то, кто отвернулся от поминания меня, поистине для него уготовлена жизнь скомканная, хузн, алхам, постоянные проблемы, постоянные печали. Почему? Потому что его сердце нету в Викру Аллаху, в его сердце нету упоминания Всевышним Аллаху, Субханазаря. Поэтому давайте посмотрим на нашу любимую посланника Аллаха, саллаху, алейкум, салям. Я мур, алей, шахар, шахарейн, саля, юкаду, фибайдхи, аннар, я работал хаджал, хаджал, алейбатни, мишиддатил, жу, канах, я, мишиддатил, жу, я, то есть посланник Аллах, саллаху, алейсалям, месяц проходил, за другим месяцем, один, два, три месяца, и в его доме не загорелся огонь, то есть не горел огонь, имеется ввиду, не было горячей пищи. Привязывал к своему животу, саллаху, алейкум, камень от голода. Иногда пророк Мухаммад, саллаху, не мог заснуть, выходил ночью, искал себе что-то, еду какую-то найти. Это это наш пророк Мухаммад, который спал на хасир, на деревянном коврике, когда просыпался, увидел отпечатки и боли от этого коврика. И то есть он бывал, он ночевал в пещере, где его жалел скорпион. После этого он был весь в холодном поту, чувствовал голод, хотел пить. То есть его ноги были в крови, когда его прогнали и стояли. То есть у его лица какие-то шрамы после битвы были. Сломали ему зубу, зуб пророка Мухаммада, саллаху, в битве при ухуде. Несмотря на все это, он самый из счастливых людей на этой земле. Это наш любимый пророк Мухаммад, саллаху 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 с Радуйтесь этому, радуйтесь своей религии Радуйтесь Курану, радуйтесь то, что вам дан Всевышний Аллах Субхану Ва Та Аля из религии Это лучше, чем то Все, что вы вместе сможете собрать Говорит Всевышний Аллах Субхану Ва Та Аля Тот, который сотворил нас Который прописал нам инструкцию По эксплуатации нашей жизни Говорит нам Субхану Ва Та Аля Это тот, который создатель Субхану Ва Та Аля Который сотворил все блага Который предопределил все пропитание Он говорит, в чем настоящее счастье Али Дауд Давайте теперь посмотрим на семейство Якова, Дауда, алейсалям. Дауду, алейсалям, Аллах дал великую власть пророку Давиду, Дауду, алейсалям. Он был королем, был правителем, помимо того, что он был пророком. Кали маликан, набиен, был правителем, был царем, был пророком, Дауду, алейсалям. Однако, достаточно ли ему было для счастливой жизни его власть, его правительство? То есть пророк Давиду, несмотря на то, что он был правителем, был королем, был царем, был пророком, треть ночи он выстаивал, треть ночи спал, потом треть ночи молился, потом опять спал. День постился, день не постился. И пророк Мухаммад, салаллаху, алейхи и салям, сказал, Хайру, киями, киями, дауд, хайру, сиями, сиями, дауд. Самый лучший выставленный ночью молитвы, это Дауда, алейсалям, и самый лучший пост, пост Дауда, алейсалям. То есть его Дауда, алейсалям, на сегодняшний день нет таких по власти, то есть даже с точки зрения финансовой части, правителей, королей, богатых, как был Дауда, алейсалям. Но, однако, вот это богатство его не отвлекло от поминания Всевышнего Аллаха, поэтому он прожил счастливую жизнь. Сулейман, алейсалям, его сын. Давайте зададимся вопрос перед этим. Кому Аллах, субханава, дал власть, богатство, подобное власти Сулейман, алейсалям? Никому не давал и никогда не будет. Хабли мулька лаяльбагили ахадимин ба'ади. Где он сказал, просил дуа, Соломон, царь Соломон, он сказал, О, Аллах, субханава, дал, дай мне такую власть, которую ты уже никому не дашь, помимо меня. Ни у кого, то есть ни у кого не будет. Лам яти ахадин ба'ади Сулейман, алейсалям, мульк, мульку Сулейман. То есть ни у кого не будет власти после пророка Сулеймана подобно той власти, того имущества, того богатства, которое было у Сулеймана, алейсалям. Однако, задается вопрос, вот эта власть, вот это имущество, отвлекло ли пророка Соломона, царя Соломона, от поминаний и повиновения Всевышнего Аллаха, субханава ва Та'але? Нет. Поэтому он жил счастливой жизнью. Один раз, один раз, я у меня айям, его отвлекло, его лошади, знаете, историю его конницы. Аль-Хайху ам-та'ати Рабби, ам-салят аль-Аср. То есть он, тяхра ам-салят аль-Аср, хатты горобят и шамс, миссиянен. То есть один раз, сулейман алейсалям, был занят своими лошадями и пропустил намаз Аср. То есть и уже село солнце. И в этот момент забыл, позабывчивося, то есть отвлекся. Но однако, что его отвлекло? Хайль, вот эти лошади. Знаете, что он сделал? В аяте в Коране. Руддуха алейя, фа-тафика мисхам бессуку и ва-лянад. То есть он взял всю конницу и все принес в жертву, дабы приблизиться к Аллаху, как бы хотел сказать, вот это, если меня, вот это богатство, вот эти кони, вот эти кони, вот эти конницы, если меня отвлекло от намаза Аср, я тогда принесу их всех в жертву, чтобы это меня отвлекало от тебя. Вот это саид. Это саид, у которого есть власть, есть имущество, но однако это имущество и это богатство не отвлекает его от поминания Всевышнего Аллаха, субхану ва-та'але. Но однако человек также может жить факиром, может быть бедным, но он может быть счастливым. Яقول Расул, салаллаху алейхи вассалям, посмотрите, что сказал посланник Аллах, салаллаху алейхи вассалям. Яقول Ибн Адам, мали, мали. То есть говорит сын Адама, человек, мое богатство, мое богатство. То есть я бы хотел анфлюз, я дуня, я дуру в дуня. То есть ходит по земле и ищет имущество, деньги. Мали, мали, мое имущество, мое имущество. Тогда говорит им, Рок Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть у тебя нету никакого богатства, кроме того богатства, которое ты покушал, съел, все это уничтожилось, то есть это уничтожил, которое ты одел, до того ты одевал, что все уже, когда мы одеваем какую-то одежду, человек носит, она уже все уже, ее берешь, выкидываешь, там, например, все, она уже постарела, то есть ты ее с собой в могилу не заберешь, или то, что ты пожертвовал, то, что ты дал, и все это остановилось. Я не, вот что это есть имущество, вот что оно, так сказать, в двух словах, объяснил Рок Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, является богатством человека. Поэтому даже если посмотреть, тот, у кого вот есть миллионы, и у кого, например, скажем, у кого миллионы, у кого тысячи, оба они кушают, оба они одеваются. Но однако бывает даже такое, в Аллахе бывает такое, что факир, даже бедный человек, он может больше получать наслаждение от пищи, чем богатый человек. То есть он может кушать хлеб, и джубин может кушать, там, хлеб и сыр, но однако он может получать такое удовольствие, чем тот человек, который кушает в дорогом ресторане. Или бывают такие богатые, я помню, когда папа, рахмаллах, у нас там один брат, родственник, там, президент нефтяной компании был, в те времена, там, в начале двухтысячных годов. И один тоже наш шейх устает, у него не было такого богатства, там, и они оба у нас в один момент оказались в гостях. Там мама приготовила, там, у нас что, там, в общем, там, татар, там, парамач, беляши, там, лапша и так далее. И самое интересное, вот это вот шейх, он все кушает, маша, это попробовал, это попробовал, это попробовал. А вот это наш родственник, который, там, миллиардер, то есть у него свои самолеты там были, он на тот момент, что он, это не кушает, это не хочет, говорит, о, хочу попробовать, но мне нельзя, у меня проблемы поджелудочные здесь, у меня проблемы здесь, там, то есть, жирные мне нельзя, вот это нельзя, там, это, он там, по времени принимает таблетки, Там воду пьет, там что-то там такое. Самое интересное, вот это шейх задал ему вопрос. Говорит, слушай, кто из богатых, я или ты? У тебя есть свой самолет, миллиарды. Ты ничего не кушаешь из того, что перед твоим, и ты хочешь это попробовать. А я все кушаю, у меня денег нет. Поэтому бывает иногда, даже факир, даже бедный человек, он больше получает наслаждение из того, что он кушает, чем богатый человек. Поэтому, когда спросили одного из салихина, одного из праведных, что есть твоя пища, на что он сказал моя еда это хлеб и это масло. То есть, даже мы, например, с братьями в постоянном мечте здесь, ифтар делаем в понедельник, в четверг, братья там приносят хлеб, приносят оливковое масло, потом уже к основной еде переходим. Но иногда ты наедаешься, в Аллахе, вот этим хлебом и вот этим маслом, больше получаешь наслаждение, чем там от какой-то там другой дорогой пищи. Поэтому, как у одного из праведника спросили, ты что кушаешь? Я кушаю хлеб и масло. Тогда у него спросили, голодаешь ли ты? То есть, наслаждаешься? Ты не хочешь другую пищу попробовать? На что он сказал? Я не кушаю до тех пор, пока я не проголодаюсь. А когда я покушаю хлеб и масло, я уже все, сыт, мне ничего не хочется больше. Получает наслаждение из той еды, которую он принимает пищу. Сухану. Бывает человек, например, одевает там дорогую одежду, шелку одежду, там золото, бриллианты и т.д. Другой человек тоже, аль-хамдуля, одежду одевает, простую, удобную одежду и т.д. И этот человек одет, и этот человек одет. Но бывает то, что тот человек, который обычную одежду одел, он больше получает от него наслаждение, чем тот человек, который одет там в дорогой одежду. Поэтому отсюда задать вопрос, в чем же? То есть, не в этом счастье. Потому что, Часто говорят, там, в деньгах, в их количестве. То есть мы отсюда понимаем. Поэтому бывает такое, что опять же, вот, у человека душа ноет. У человека в чажесть груди. И чажесть души. И он думает, что... И когда смотрят на человека, который неверующий во Всевышнего, его потом думают, что он лучше счастливый его. Может быть, он искусственную улыбку увидел и так далее. Увидел его имущество, его богатство. Но отсюда мы поняли через призму истории и через естество наших дней. То есть в наши дни. То есть мы сказали то, что бывает, миллиардер повесился там. Миллиардер не может заснуть, кроме как, если после того, как примет какие-то там успокоительные лекарства. Мы понимаем, что, братья и сестры, самое счастье, которое может получить человек, это отпоминание Аллаха. Мы не говорим то, что нет, там не нужно стремиться к мирским благам, нужно быть там, не работать там, жить бедным и так далее. Потому что у некоторых людей такой стереотип бывает. Если, например, человек бедней, бедный, значит, он ближе к Аллаху, чем богатый. Есть, например, бедные люди, которые высокомирные. Это самый ненавистый хадис, мы знаем перед Всевышним Аллаху. Бывает богатый человек, но он такой скромный, и столько он делает на пути Аллаху, Субхану Тихо, строит, там помимо того, что он для себя, для своей семьи, для своих детей, что он оставляет, он помогает обществу, аль-хамдану, строит мечети, устроит школы. То есть от него есть некая польза. Я вот приведу вам пример. У меня есть один друг в Эмиратах. Он наш президент Дубай Холдинг. То есть он такой, один из помощников правителя Дубая, шейха Мухаммеда Рашт Аль-Мактума. И помню, когда он в Дубай приезжал, ко мне приехал, чтобы там посидеть, пообщаться. До этого я его женил, он женился на татарке, то есть на Ашкияу, получается. И приехал он в гостинице, мы были в Насиме, на Джумейра, то есть такой район, где там такие дорогие гостиницы, рядом там Бурдж-эль-Араб, вот эта гостиница. И он строил, самое интересное, он строил гостиницу Парус, он строил вот эти гостиницы. Вот последний, как раз говорит, я гостиницу Насим построил. Там у него разговоры, когда он общается, вот он, то есть легко просто так говорит, вот я там, аль-хамдану, я инвестирую в медицину, покупали мою медицинскую компанию за 300 миллионов долларов, там в 2009 году, в 2013 году я ее продал за 2 миллиарда долларов, но говорит это все легко, и он в этот момент обычная одежда, там тапочки и так далее, он не высокомерится, со всеми здоровается, аль-хамдану, время намаза пришло, мы читаем намаз. То есть я говорю, шейх Ахмад, я говорю, маше Аллах, вы как бы на уровне здесь правителя, то есть Аллах, субханалу, вам дал столько там богатств и так далее из этой дунии. Вы ведете себя просто, аль-хамдану, аль-хамдану, вы вовремя молитесь, аль-хамдану, видно, вы простой человек, то есть, а бывает человек, там чуть-чуть у него там что-то появилось, он изменился, поэтому даже вот у арабов, говоря, такая поговорка есть, хочешь узнать мужчину, посмотри на его походку, там получил он какую должность, изменилась ли его походка или нет. То есть и он же красиво ответил, маше Аллах, это как назидание, знаешь, сегодняшний день, говорит, да, аль-хамдану, Аллах, он дал много блага, я знаю его много благие деяния, которые он делает, на пути всеми, он говорит, это говорит тербия, это то воспитание, которое, аль-хамдану, мы берем из Урана и Сунны, и то воспитание, которое, аль-хамдану, мой отец мне передал с детства. Мой отец тоже был правителем, но где он сейчас, мой отец? Мой отец сейчас в могиле. И вот эти вот дворцы, замки, которые мы сейчас наблюдаем, они ему не принесут какой-то пользы, а принесет что? То, что он оставит после своей жизни. Вот это вот принесет. Ты видишь на этого человека, аль-хамдану, он богатый человек, и он полезный для общества человек. Вот, то есть, отсюда мы должны получать, аль-хамдану, помил с Аллаху, субхану и ва-та'але, там бывали, там встречались с правителями и так далее, там на каких-то там наличных бортах летали, но это все, в Аллахе, это все, вот это вот временное, так скажем, в этой жизни, это не должна быть мутахасаад, то есть, так скажем, цель нашего счастья. Эти вещи, может быть, где-то они помогают в каких-то вещах и так далее, но однако, истинное счастье, вот, чтобы познал человек, в чем оно, вот здесь у нас у каждого есть точка, каскопров, Мухаммад, саллаху алей-саллаху алей-саллаху, кусочек, это называется сердце. Если оно правильно, то, аль-хамдану, то все силы, аль-хамдану, у человека правильные, оно благое. Если оно плохое, то весь человек, он плохой, гнилой. Это сердце, аля-у-хия-кальб. Это именно кусочек, это и сердце. И что приносит, вот счастье этому сердцу, аль-хамдану. То есть человек бывает, например, кто-то говорит, я живу, чтобы достичь какой-то цели, какой-то у него есть большой проект. Хорошо, идет, идет, идет к этому, к этой цели, и вдруг не получается. Но что получается, он без цели в жизни прожил? Или, например, достиг этой цели, и получается его, так скажем, цель этой жизни закончилась. И потом наступает опять обычный день, такой, как бы, на следующий день уже все. Он вроде бы, я вот для розетов жил, и все у меня, как бы, субханаллах, все она закончила, что ли, моя цель жизни? Или кто-то говорит, я живу ради детей. Часто вот слышим, хорошо, дети вырастают, переезжают там в другую страну, уже как бы, они уже сами там взрослые становятся. Где твоя цель жизни? Она пропала? Или кому-то Аллах не дал по болезни детей? И у кого-то, например, там дети погибли, или он, например, не увидел там отец или мама, как выросли его дети. Получается, он без цели в жизни прожил? Поэтому Аллах, субханаллах, наш создатель, опять же скажем, оно в Коране, в нашей книге, по нашей эксплуатации, рекомендации, говорит, субханаллаху айти'алле, когда человек поминает Аллах, его сердце успокаивается. Его сердце, аль-хаммаллаху айти'алле, получается успокоение. Когда пророк Мухаммад, саллаху айти'алле, говорил, белялю, а рихня я беляль. О, беляль, дай нам возможность отдохнуть, призовик и молитвы. То есть, когда они читали намаз, они отдыхали, успокаивались. Также, цель нашей жизни, аль-хаммдилля, у каждого должна быть, это получить довольствие Аллаха, субханаллаху айти'алле, и, аль-хаммдилля, быть успешными, быть полезными, аль-хаммдилля. Но, однако, вот это, мунтага с саада, именно человек должен получать некий вот это вот основное счастье, от чего? Отпоминание Всевышнего Аллаха, субханаллаху айти'алле. И если человек часто запоминает Аллаха, у него сердце спокойное, Он живет счастливой жизнью, аль-хамдул-ля. Какое бы испытание ни было, он понимает, что Аллах, субхану-ля, определил, что Аллах, субхану-ля, дает это испытание, чтобы его пройти и так далее. Поэтому мы должны, аль-хамдул-ля, то есть можно много говорить об этом, шах Абдул-Басил, но если вкратце, с точки зрения, опять, Кур'ана и Сунны, аль-хамдул-ля, основное счастье, аль-хамдул-ля, это именно не в том, сколько у человека имущества, мы поняли, да, из Кур'ана и Сунны, не в этом не в том, а именно основное счастье, когда человек, аль-хамдул-ля, он верующий на все вещи. То есть, субхану-ля, сколько людей, те, которые не веруют в Бога, то есть они, субхану-ля, постоянно мы с ними общаемся и так далее, но у них нет вот этого некого счастья. То есть он не понимает, ради чего. А верующий человек, он понимает, ради кого он живет, ради все вещи. Потому что Аллаху, субхану-ля, любое благое дело он делает ради довольствия Аллаху, субхану-ля, это только в этой жизни, братья и сестры, аль-хамдул-ля, он получит это счастье, наслаждение, поклонение Аллаху, субхану-ля, вот это душевное спокойствие, субхану-ля. Сколько люди отдают денег, чтобы покупать какие-то там успокоительные средства, или чтобы получить, какой-то там психологам отдают, чтобы получить, вот успокоить себя, субхану-ля. Они все имеют. Ну, так вот это самое главное успокоение, лекарство, бальзам для души, это упоминание Аллаху, субхану-ля, то, кто в этом, то, кто практикует, аль-хамдул-ля, он понимает, о чем мы говорим. То, кто не практикует, вот сколько людей, которые так и не начинали читать намаз, не вставали на пятикратную молитву, после того, как они встали, они говорят, единственное, что жалею, то, что почему я раньше не смог встать на намаз, почему я раньше не смог, аль-хамдул-ля, получить вот это вот наслаждение. Это Аллах, субхану-ля, нас оставляет, Аллах, субхану-ля, он кого пожелает, заблуждает. Поэтому, да, Аллах, субхану-ля, всем нам быть счастливым. А в вечной жизни, Аллах, субхану-ля, уже когда человек предстанет перед Всевышним, Аллах, субхану-ля, и Аллах, субхану-ля, скажет ему, не бойтесь, не печальтесь, то есть не бойтесь ничего, то есть не бойтесь о том, что вам предстоит, вам предстоит вечный райский обитель. Не печальтесь о том, что было в Дуне. То есть сегодня день, аль-хамдул-ля, вечного счастья. Это день вечности, когда люди, аль-хамдул-ля, зайдут в рай и увидят то, что глаз не видел, то, что ухо не слышало, и человек даже такой красоты не сможет там представить. Аль-хамдул-ля, аль-хамдул Аль-хамдул-ля, représente небольшой зону-ля. Продолжение следует...